Всем привет! С вами телепроект Первый городской блогер. Не успеваешь ходить на модные тусовки и следить за новостями шоу-бизнеса? Мы сделаем это за тебя! Каждую неделю я собираю самые горячие и скандальные истории про знаменитостей со всего мира. С вами Наталья Забнина и сегодня в нашем выпуске. Застрелил за работой. Известный актер Алек Болдуин убил оператора на съемочной площадке. Канью Уэста больше не существует. Известный рэпер принял решение сменить имя. Пришло время уйти. Известный блогер и телеведущая Регина Тодоренко удаляет инстаграм. Блестящий танец. Кировчанин и хореограф Павел Самойлов снялся в видео с Анной Семенович. Любили ли вы в детстве сериал «Дикий ангел», где главную роль исполнила Наталья Аррейра? Так вот, друзья, теперь Наташа официально наша. Владимир Путин распорядился выдать Наталье Аррейра и ее сыну российское гражданство. Указ был официально подписан 25 октября. Наш выпуск по традиции продолжает блог новостей из океана. Канье Уэст официально сменил имя. Теперь известного рэпера зовут Е. Артист принял решение о ребрендинге своего имени еще в конце августа и суд удовлетворил его просьбу. Многие считают, что Е – это укороченное производное от Канье. Однако у артиста еще в 2018 году вышел альбом с таким названием. А также, по словам рэпера, слово «е» чаще других встречается в Библии и переводится как «ты». Дочь погибшей звезды форсажа Пола Уокера Мидоу вышла замуж. О свадебной церемонии пресса узнала только сейчас, хотя состоялась она еще в начале месяца. К алтарю невесту вел близкий друг и коллега Пола Уокера по форсажу Вин Дизель. Из-за пандемии свадьба прошла только в кругу родных и близких. Напомним, что отец Мидоу Пол Уокер ушел из жизни в 2013 году. Он вместе с другом попал в аварию, которая унесла жизни обоих. Райан Гослинг сыграет Кена в фильме «Барби». Сейчас американский актер находится на финальной стадии переговоров о роли в фильме. Изначально из-за загруженного графика Райан не хотел соглашаться на эту роль. Однако съемки затягивались и студия настаивала, чтобы роль Кена досталась именно Гослингу. На данный момент детали картины не раскрываются. Известно, что Барби в фильме сыграет Марго Робби. Премьера запланирована на 2023 год. Звезда сериала «Друзья» Джеймс Майкл Тайлер умер в возрасте 59 лет. Причиной смерти стал рак. О своей борьбе с онкологическим заболеванием актер рассказал несколько месяцев назад. Из-за своей болезни Джеймс Майкл не смог принять участие в съемках специального выпуска сериала «Друзья» в этом году, но появился в нем по видеосвязи. «Коллеги и друзья по съемочной площадке почтили его. Друзья не будут прежними без тебя», – написала Джеймс Майкл снялся в 150 эпизодах шоу. Как бы ни было грустно, но на этом позитивные новости Запада закончились. Новый шок. Известный актер Алик Болдуин убил оператора на съемочной площадке. Инцидент произошел в минувшие выходные в Санта-Фе в штате Нью-Мексико. На съемках вестерна «Ржавчина» актер случайно выстрелил из реквизитного пистолета, который оказался заряжен настоящими патронами. Небутафорские пули попали сразу в двух человек. Оператору Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соус. Женщина получила тяжелое ранение и была доставлена в больницу, где скончалась. Уже позже в сети появилось интервью оружейного реквизитора, который отметил, что на съемках были допущены крупные нарушения. Алик Болдуин активно сотрудничает с полицией. Произошедшее актер прокомментировал в своем твиттере. У меня нет слов, чтобы выразить свое потрясение и печаль. И снова новости России, и снова Анастасия Ивлеева. Ну как же без нее? На этот раз популярный блогер призналась в любви Сергею Лазареву. Сразу оговорюсь, что артист не стал ее новым бойфрендом. Как призналась сама Ивлеева, в юности она, цитата, «сходила с ума по популярному певцу из группы Smash». Доказательства этому – личные дневники. О любви, расставании, скандалах и многом другом – далее в нашей рубрике. Бывшая участница «Дома-2» и популярный блогер Алена Водонаева покупает квартиру своему коту. У ее сына Богдана аллергия на животные. Они не могут жить на одной территории, а расселять их надо срочно. Квартиру Алена решила купить в хамовниках рядом со своим салоном. Отметим, что жилье будет приобретаться, как пишет сама Водонаева, в ипотеку. Известный рэпер Егор Крит решил обратиться к своим хейтерам. Все началось после видео, которое выложил Крит в ТикТок. В комментариях пользователи начали писать, что Крит слишком стар для социальной сети. «Кто установил деду ТикТок? Пенсионер на минималках шутит», – писали пользователи. Рэпер не смог сдержать эмоций и резко ответил хейтерам в сторис. «Я закинул рофл видос в ТикТок, и мне начали спамить в комменты. Я поугарал, конечно, но потом понял, что это большая проблема менталитета». Также он сравнивает себя и с иностранными певцами. В конце рэпер сказал, «Вы забываете одну вещь. Вам всем когда-то будет 27, 44 и так далее. Не успеете оглянуться. Пойду припаркую свою ламбу и выпью таблетки перед сном». В честь годовщины свадьбы композитор и продюсер Константин Меладзе подарил певице Вере Брежневой кольцо, которым она похвасталась в своем Инстаграм. «Любовь спасет мир», – написала экс-солистка Виагры, приложив снимок, на котором держит 58-летнего Меладзе за руку. Внимание фанатов сразу же привлекло бриллиантовое кольцо 39-летней звезды в виде змеи. Это украшение стоит примерно миллион 700 тысяч рублей. Экс-ведущая Орла и Решки, ведущая собственного YouTube-канала, популярный блогер Регина Тодоренко, испугала своих подписчиков в Инстаграм, когда заявила о том, что она вынуждена уйти из социальной сети. На своей странице она опубликовала странную сториз. «Пришло время и мне уйти из Инстаграм. Не волнуйтесь, у меня все хорошо». На данный момент свой профиль она пока не удалила. Популярный певец Влад Соколовский станет отцом во второй раз. Вместе со своей возлюбленной Ангелиной Сурковой они ждут ребенка. Об этом певец сообщил в Инстаграм. Еще недавно они расставались, но сам Влад стал инициатором возобновления романа. Со своей бывшей женой Ритой Дакотой он развелся в 2018 году. На данный момент они наладили отношения. И это еще не все новости на сегодня. Вот, что ты увидишь далее. Песню о человеческих грехах. Известный рэпер Маркул презентовал в Кирове новый альбом. Блестящий танец. Кировчанин и хореограф Павел Самойлов снялся в клипе с Анной Семенович. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу, а я уже по традиции начну листать ленты новостей, чтобы найти для вас еще больше ярких и скандальных событий из мира шоу-бизнеса. Всем привет! С вами телепроект «Первый городской блогер». И мы продолжаем. На очереди Киров и все события минувшей недели. Павел Самойлов, известный как создатель студии «Паша-2309», станцевал с солисткой «Экс-блестящих». О всех подробностях далее. Кировчанин, известный хореограф, экскурсовод и путешественник Павел Самойлов станцевал с Анной Семенович. На днях наш земляк выложил пост в Инстаграм с рассказом о том, что принял участие в ряде интересных проектов. Один из них – это рекламный ролик о павильонах «Здоровая Москва», где главную роль исполнила экс-солистка «Блестящих». Еще один кировчанин встретился со звездами. На этот раз им стал Данила Котков, известный как диджей Котч-13. Он принял участие в проекте «Русский ниндзя», ведущими которого стали Моргенштерн и Ида Галич. В числе участников оказались как чемпион Европы по спортивной гимнастике Михаил Худченко и спортивный блогер Алексей Столяров, так и представители совершенно разных профессий. Съемки нового шоу проходили в Олимпийском парке возле стадиона «Фишт». Проект должен был выйти в эфир 27 октября, но из-за шумихи вокруг интервью Моргенштерна его перенесли. Ориентировочно на ноябрь. Известный певец из Кирова Илья Васильев стал кулинарным экспертом. Об этом он на днях поделился в своем инстаграм-блоге. Теперь увидеть нашего земляка можно в реалити-шоу «Гости и прочие неприятности» на телеканале Ю. Сам артист поделился с подписчиками, что участие в проекте – это его мечта, которая сбылась. До этого наш земляк работал на Первом канале в передаче «Доброе утро». Семь смертных грехов рэпера Маркула. Этой осенью артист порадовал поклонников долгожданным релизом второй пластинки. 14 октября Маркул устроил необычную презентацию альбова «Sense of Human» в Москве. Музыкант вместе с актерами показал иммерсивное шоу в библейском стиле. Вы спросите, при чем тут Киров и Маркул? Все просто. В прошлую пятницу все кировские поклонники смогли лично услышать те самые новые песни артиста. А наш специальный корреспондент Кирилл Рябаконь узнал, что же слушает новое поколение. Друзья, всем привет! Меня зовут Кирилл Рябаконь в эфире «Первый городской блогер» и я сегодня стану вашим проводником в мир светской жизни. Мы находимся в Гауде. Сегодня концерт Маркула. Кто это, что он исполняет, мы вам расскажем чуть попозже. В нынешних реалиях надо подготовиться к мероприятию. Как, спросите вы, я вам сейчас покажу. Маска есть, кепка есть. Можем начинать. Погнали! Для тех, кто не знает, кто такой Маркул, сейчас я вам немножко расскажу о нем. Родился 31 марта 93-го года. Полное имя Марк Владимирович Маркул. Начал набирать свою популярность еще в 2011 году, когда вышел его дебютный микстейп «Взвешенный рэп». Глядя на меня, со мной все хорошо? Ну да, нормально. Я бы штаны какие-нибудь, другие джинсы взял. Джинсы взял. Другие какие-нибудь, да. Не эти бананы, да? Да, не эти. Так, хорошо. Что скажешь? Мантия в моде? Да, это неплохо. Друзья, прямо сейчас артист разговаривает со зрителями. Он не хочет уходить, зрители не хотят уходить. Вечеринка продолжается, и мы вам покажем, что будет дальше. А какая любимая песня у Маркула у тебя? «Корабли». Корабли? Да. Напой одну строчку. Я даже, наверное, не смог сейчас напеть. «Корабли лавировали»? Да, не вылавливали. Красава. Так, привет, расскажи, что ты здесь делаешь? Я отдыхаю. Отдыхаешь? Да. Кто сегодня на сцене будет выступать? Маркул. Ты знаешь, кто это? Да, это исполнитель, очень классный, наверное. Что, самые популярные его песни? «Серпантин». Напоем? На пути к большой дороге, под ногами серпантин, каменные горы закрывают ориентир. Это шансон, что ли? Время замедляет ход, что-то там еще. Это шансон? Это попа-рэп, я бы так сказала. Да. 13 июля в сети появился новый клип исполнителя Маркул на трек под названием «Блюз». Однако мало кто из просмотревших мог заметить, что клип был снят в нашем городе. Итак, друзья, концерт закончился. Сегодня было жарко, тусово, движово и стильно. Если у вас не получается посетить какое-либо мероприятие, я обязательно вам про него расскажу. Смотрите «Первый городской блогер» и оставайтесь с «Первым городским каналом». И помните, что он всегда в твоем кармане. Меня зовут Кирилл Рябаконь. Всем пока! В конце нашего выпуска мы хотим подвести итоги нашего фото-челленджа. За две недели мы получили огромное количество ваших осенних фото. Лучшие мы уместили в 15 секундах. И на этом наши челленджи не закончились. Новый конкурс. На этот раз с призами и подарками. Мы запустим уже в начале ноября. Следите за информацией в наших социальных сетях. Это был «Первый городской блогер» и я, Наталья Забнина. Ставьте лайки, пишите комментарии и присылайте свои новости. Увидимся на просторах интернета. Всем пока!